Идищи поляцы 1 северня 2017 года. День войны и меньшинства польских. И первый день без ОНР. Это не есть день ОНР. Нареште, дичьи мы знаем, что АК поделает децидии выступить против ОНР. Наполевание их, чтобы они не прошедшели вальшить армию краевого. И без взгляда на неудольный рент в Лондоне, без взгляда на наш окрученство, холерную людобудскость немецких влац, хитлеровских, которые обещали на самом начале, то у них идея была бороться против коммунизма, чтобы этот коммунизм не распространялся до Европы. Они на самом начале бронили Европы от коммунизма. То так они намавяли своим вермахтовцам. И когда поляцы повстали против немцев, но чтобы урабатывать от коммунизма своим польским, они куда-то заведли. Такие и ОНР-цы, такие и немецкие фашисты. Кибицы демонстрируют такие банеры, что такой собий фрис. Чима люфы у джечака с повстания вражевского. И что с того, выникает, логика в чем? Что с шабелком на шовке, что джечатки пошли бороться вместо взрослых. Для коммунистов это только был акт жалости и сакральная офера польской крови, польского меньшинства и офера польского польского, которое улегло в этих грузах. И через это заходные немецкие по немецкой земле, ну не только через это получила Польская. Уже 2 сентября и нужно говорить уже о разборах полетов, а не только о Боге, хоноре, ойчизне. И для этого я понимаю, что политическая правительность, в которой винны сейчас и немцы, уже хотят с Россией кнуть, строить полноценный поток. Нордстрим, обход польской, Украины, хотя с другой стороны санкции против России держится только на Ангеле Меркеле, только на немцах, но она и кнует с этим полноценным потоком. Так же, как и Венгрии, и Турцы кнуют с Саустстрим, полудневым потоком. Но мы не можем аж так игноровать исторические выражения и поговорить в политическом правоносе, что мы так зайдем и снова в слепом улице. И молодежь тоже будет на нас подшила, как на темпах идиотов, которые просто не шануют обычной логики и вонтки, и просто ховываем, ну, просто как окланцем себя заховываем. А для того и тот вонтек, о котором говорят аковцы, когда их пытают политики и редакторы, скажите, почему началось повстание варшавское? Ну, что они говорят? Важно, что политические правоносе говорят, потому что набрыли немцы. Набрыли своим захованием, расстрелы, того, чего, гота и прочее. А что немцы не набрыли несколько лет оккупации? Важно, что набрыли, но через этот вонтек радецких войск, которые стояли на предмещениях Вислы, недалеко, и о тех помылках, которые учинил ранд лондонский, который руководил повстанием варшавским, не дают. И разумным, и в общем повстанцам варшавским сонжать, в общем, они о чем могут сонжать? О том, что им дан рассказ, и они начали повстание варшавское. Так, богатыры польские, так, они своим кровьем, оферношем шли, рзукали себя на переднюю линию фронта. И они не могли тогда, как и прямо сейчас, сонжать о этих помылках, о том тле, грунте и мотивах, через которые конец повстания варшавского закончился так, как закончился. Вонтакт другой. Почему такая огромная, лютая ненависть, земля, с отзнаком людобойства и маниакским окрученством со стороны немцев? Причем можно было по-другому, потому что все видели, поляцы и немцы, именно, что это ранд коммунистический. Так, для чего вышла такая огромная жесть на воле через подъянчие повстания варшавске? И мысли, что еще не один историк, бодач, науковец польский, пропольский, поднесел оты каменя политичной поправоносцы и правды, которым еще длаго не будем знать, видеть, ни поляцы, ни целый свят. Это, по-другому, что касается повстания варшавского. Потому что все документы, еще не знали, какие они вероятности, или они вонплиные, или нет, которые в Москве, в архивах ГБ, НКВД и остальных. Потому что эти документы могут быть липом. Для этого мы можем послугивать чем только разумным и каким-то логичным doświadчением. А ненавиде, что вчера пытал у майдановцев. С некоторым историческим историческим люди, которые были на войне, ездили как волонтариевши с Харкова, они там боролицыли. Недалеко от Чечча, местово, така праве полова распределена русскими террористичными группованиями, бандами. И он целый час просил мне привезть пистолет польской продукции, ВИК, какой-то там. Но и они не могут разтлумачить, чем та загадка, это загадание о повстании варшавского было. Но сегодня, вчера, первого в программах политических и именно, что деньги, что такие программы есть, в них можно что-то выяснить. И очень же дядок старый оковец с повстания варшавского такой еще достойно разумным, поменьшим и решта говорит так же просто вели аллеи ярузолимские и разделили этих немцев на или я разумел, что немцы не могли потратить, как оказались в таком слоистом окружении, что с вшодней части отчетой повстанцами маршавскими были отчеты от саходней стороны амуниции, подчинения и и так само тоже с саходней стороны немцы не могли пройти на сходнюю сторону заблоковать вендовку немцев аж до 30 грешня немецкая конца немецкая 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 не продавала на сход как даже сход не продавал на саход нигде от 5 север и это решение того, такие крючинства хотя влажные могут быть в этих решениях есть еще еще Но они остались отчинены на заходной стране, немецкие группирования. Почему? Сейчас можно только обнимать, что это может быть какая-то сакральная офиара, приготовленная для русских, для армии родственной, которая началась. И Сталин по свиданиям историков намазал. Целый час, мы уже не беспосреднее, а через эти особи намазал, чтобы то повстание варшавское таки начало. Почему? Не знаю, для чего. Чтобы выкрывать великую личбу, уявить их, повстанцев варшавских, чьи, которые сховали, закопали бронь в свои часы. Чтобы их выкрывать, но как их выкрывать, не могла еще сделать. И мысли, что оключение немецкое фашистовское было только для того, что немецкие войска остались отчеты от заходных сил немецких. И чтобы прекратить это отточение, они начали проводить очень крупные, людобузки, чистки, забуйства, застрашение людей. И просто забуйства, 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 чтобы то окрученство дошло до понимания повстанцев, что, как бы, сенсы нема, что чем дальше вляс, тем больше кровавых этих джев, трупов людских, цивильных людностей, за которым они, влажно же, и бороться. Боякий сенс, киды бы натарли бы, пришли бы коммунистичные войска, а те люди, что в Варшаве уже бы не позостава. И не позостава самая Варшава, одни Грузы. Замясть варшавяков приезжали бы из России, взгляды России, бидло масса, замясть поляков. Как, в засаде, так, чем, нистете, и стало. И, чтобы что-то, в уголе, зразуметь, чтобы разложить интенсии, мотивы коммунистичной, тоталитарной машины, хитлеровской тоталитарной машины и интенсии ряда лондонского, его осьогнений в негациациях, в разговорах за Сталином, терены. Вон так, ровно же, польско-шляхецкий, панствовый. Крюлевский, разом с этими теренами. То все надо разложить, и тогда что-то станет ясней и более зрозумято. Я то все разумею. Репарации, контрибуции, решения за знишенным Варшавой, Шент, за скраденое дело с штуки, за надмирное людобойство, цивилизов и решта. Але, для чего та Варшава не застала знишена в 1939-м року? И для чего ее не бронили в 1939-м року? До такого стопня, чтобы она застала знишена, как научка всем краям, как нужно бронировать свой края. Варшава не застала знишена в 1934-м року. Варшава не застала знишена в 1934-м року. Чем же звольнена Польская, бенжемиала, банджи великие террини, как в награде за вальки. И может и креси были обещанные, только обещанные были обидвым странам, как украинцам, так и полякам, чтобы допроводить их до вальки, мінзи собам, за те креси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 а он так себе мыслит, ку, де, поце я его наил, чтобы выслухиваешь те бредни бздеты слухай, ну, лучше, то, что ты говоришь, то файня, тримай еще своих погляндов, але давай, замясть того, попрацуй, лучше, люб, тен, украинец, который меньше на рахунок войны, люб, бо их вагуле, втеде, како паинство не сняло до войны той, другой, святовой, велкой, ольчизняной, як то так mówiąc, люб сырыльчиков, которые вагуле бэндом дзенчны только за то, что они працуют и зарабляют какие-то файны форсы, неожели у себя в краю, где охытная ненза, где охытные войны, где политики не могут направить на разе жадный лад, ни политичный, ни экономичный, только 10 миллиардов берем, берем у унии европейской и уж прозвучали, что это уже, право, как у польских миллиардов. И заховываемся, так само, как и до войны Другой святовой, чтобы дать на заклание офяры, ладных, патриотичных, пропольских поляков, которые готовы отдачь целое, целковитое свое жище, молодое, юное, былияки, чтобы только бороться за польские, за польские идеалы. Но в 1939 году так старая та индеция не раховала, а раховала в 1944 году, когда понимала, что бороться не только наука и штука, то еще дичь, то еще явенная ненза, людобуйство и разные, разные страшные, страшные вещи, которые вытверждают люди через погарды, через нензы, через комплексы. Вкрутое, сейчас политики и не сейчас можно считать, как шляхецкие невольницы, просто они стали шляхтом, а маја муск души невольницкие. О, курды. О том, что можно очень много и долго, долго говорить, сугеровать, даже документы найти, найти и так много людей этого всего не понимают, потому что нет духовности, а маа только спектакулярные и поганские помыслы в душу, там, где что бы он не хотел понимать. А где он не ма в душу Духа Святого, то он этого не понимает, потому что только Дух Святый дај разум добрый разум, не злый. А шатан отбирает. Добрый разум отдает злый разум. Ну, это вот подставушка. И я разуме, что там Жан-Клод Юнкер, пердолентный, звежонка, кнуе взрослым, взрослый, чтобы иметь преференции. И мы, влашно же, должны иметь спорную рацию с Польским, которая тоже ма то самое место в дупе, как и Украина сейчас. Принайменно они не могут, поляцы сейчас, важнейшие поляцы песовские, не могут захолывать, чем так само, как Венгрия, с предавчиня в Гуле, тотально. И иные пајства Румуния, ручцы, рэшли, которые наплючит у нас на все, они за тен Сау-Стрим готовы шискводач, былицов. Украины, они нам не лисим, что-то там. Они как бухевиоризм, такие примитивные захования, примитивные амёбы организмы. Империчные, зрыць, срыць и тэле. Дайом, танё, бёром. Дрога, не. Спридавчиня. Тут сон таки краи, нистэте, в Европе. Яка там Украина, которая тараз погронзла щём в страшной, окропной спридавчиня корупциј, але то научка Румуниш тэж. На мясо жучили правый сектор, батальоны добровольчі. Замяц тегу, жабы заорачь тих сепаратистов артиллеріум. И тэрраз в самый вече. Яка политична ситуація. Так само ровнеш, така сама ситуація, яка была в часы Тузка. Заворали корупцијм, в УСІ и решта. Для тега, як бы чеба, чеба тримаћ ён рациј польскам, прописовскам, кттэж вахащи мінзы тэми ОНР, аль зараза. И роміж немало важн keyтни призедћ, сенз, сон сенс, д wrapчени глешто не молюѣ плакачкорти и банерцијки, ультраз о тэм, ї сэмалёти родзецкі аэродром Сталин не допућшој своих часа рѐцки за повстанців ухарцјini. Для тегу они не молюerte, а молю peace Только этого бедного, несчастного ребенка, ребенка, который боролся. Он не пришел к этому, как избавление, с немецким ребенком. Он боролся, скучно. Почему ребенка, ребенка, малюю с таким неприятным видом, что немец у него держал люфы? Немцы дальше в этом движении не расстреляли, как других. Большое видение, больший упор в стране, как бы так сказать, мельчение на рахунок росы, на рахунок снова то, что делал Лех Качинский, он без взгляни, боролся на этом поле. Может боимся, снова россиян, снова боимся играть на этом поле. Правда, а малюем только тех, кто сейчас вместе в одном кроне, что они как бы так ничего не сделали, какие-то там санкции, троливали и ничего. Покоренцово на то все. Покоренцово на то все. Покоренцово на то все. Покоренцово на то все. Молодцы были, они не видели о большой политике, почему в целом было начать повстание варшавское, какой сенс в нем был. Журнал лондинский так и не был способен, способен вытолкнуть целого света и самим себе. Журнал лондинский так и не был. Журнал лондинский так и не был. Продолжение следует, что в случае в Варшаве, что в Варшаве здесь на Марсе, было бы то же самое. Продолжение следует. Если Крючкова ААК было информативно на теме, что Совики сделали на Волонду. Если Крючкова ААК вела, что в Левой, в Вильне, разбраяли наши оддялы, то чего бы они сподзевали, даже если бы было бы победу. Это в большинстве рождения в Лондоне понимал, генерал Соснковский понимал, генерал Андерс, что не можно порвать с мотыком на солнце, потому что малолачи, таци как Скедыву, были готовы сгинуть. Но я так думаю, что Повстание Варшавское, это был комменационный момент, что каждый человек, каждый нормальный пропольский Польк, ждал этого, только что он ждал каждый Польк в 1939 году. Я тоже не знаю, но ждал, наверное, червоной армии, когда они будут способны выстрелить немцев и через договоры с Сталином получить больше территории, как и обещал Сикурскому в Сонде Сталине. Поэтому они как бы хотели улететь коммунистам задание и лёс, что коммунисты вшели в Варшаву без войны уже на пусты от домов, от людей, местных, улиц, взбуженную Варшаву. Если бы это была борьба повстрелить коммунизм, который распространялся в Европе, то нужно было по-другому это все делать. Но для коммунистов это только был акт жалости и сакральная офера польской крови, польское его меньшинство и офера польского польского польского, которое улегло в этих грузах. И через то, в заходной немецкой по немецкой земле, ну не только через то получила Польская, которая также в армии людской, также влечная, влечила только под руководством Советов. И также наши дяди тоже под руководством Советов, члены армии, тоже влечили. Но они не были фанатиками коммунистов, именно. Я так думаю, что когда ультрас, кибицы, демонстрируют такие банеры, что такой фрис трима люфы у джечата из повстания warsжавского, и что из этого? Воника, логика, в чем? Что с шабелкой ночевки, что джечки хотели бороться вместо взрослых. В чем логика, то можно достичь через вываление у целого света, как бы, жалости и ощущение, что джечцы, джечки польские, бороться, а взрослые запердоляли. Ну, 39-й год, решта лет отдельные, отдельные, отдельные армии краевые, что это уже не армия краевая, может быть, какие-то БХА. Но мы говорим, что армия краевая не шила белорусские, все, украинские ровно же, палили, тоже лишим же они. Ну, хорошо, то есть иной вон, что джечаки бороться, а великий фрис трима у них люфы, то так должно выглядеть в Польске. Ну, то покажется наоборот, какая-то профанация бороться и мальчинства у коллег. Это делается потому, что те самые соцтехники у кибицов польских делают такую самую идеологию. И они привлекли, что замовление с Москвой идет, что нужно бандеровцев выказать в плохом, кровавом, брудном свете, что они червано-чарными флагами пиловали польских детей, матьк и решта, решта, что они бороться только против детей и матьк, такая идеология, что мы видим сейчас и сейчас против Немцов. Ну, если бы там Немцы были такие, чтобы бороться, я же говорю, что они бы столько страны родственников не улучшили. Что большие грехи имеют, то именно, что это идеотизм Хитлера, хорего, о котором не знал ни Вермахт, даже эсэсмане на передней линии фронта, которые там где-то летали тоже. И с этим пелкачиком, с польским детским, с повстания warsшавского, с эсэсманом, выглядит так, что, о, начали повстание, я, начали, начали, болезнь, бороться, но когда победили, сейчас бегаем с жалостью и пиом, дрвиом, с тем, что, о, посмотрите, наши дети, большие эсэсмане так вот трактовали, посмотрите, слов не было. Важно, что на немцов треба каким-то чином начискать, чтобы они не были такими цвальными, чтобы они взросли по-за плечами тех самых, которые были так сами, бы за плечами всех заставляли себе тани газ взрослый и решта бизнеса, рынок, то, великий, российский. Чтобы они не были такими, и чтобы Америка могла санкциями начискать на том Россию, чтобы и Европа участвовала в этих санкциях, а на липе было разом с тем начискать на жонд Порошенко, чтобы он не был такой спрятавчиня и коррупционный утвор, потвор. Замясь этого, польский жонд робит то недельней, неументней, как и жонд лондинский в своем часе, начискаясь на украинцев, тех, кто так само, ну, националисты украинские, которые борются так само, как и польские националисты. Мам на увадзе не ОНР, а солидарность в оголе нормальных Поляков, которые так само борются против экспансии нех и богатых немцев, на которых Поляцы так само работают. Но нужно знать меры, не кончить. А они только накрывают ИПН, делают какие-то музеи за полмиллиарда злотых, и так далее. И подняли, подносим дух, как бы мальчинства, борьбы, снова, что надо уже бороться, а они только подношим этот дух. Дух офярно-сше, что мы правы, потому что мы офиары, нам надо репарации, снова репарации, снова форсы, снова деньги, а потом, что, не дай бог, через тех самих немцев, польская экономика, и польская строчит так само, и может еще и больше, то польские экономики этого не видят. Польская, чтобы с дефинициями не запоминуть. Так что, мы можем убыли, что только не с дальнейшим жанру лондонского, который не разумел, барзавели ситуацию, жену русской вошли, и повечали, о, на пшик, бы, где, бы, звонили по станции Варшавской, Варшавой. Вау, супер. А теперь, что? Можете за нас тоже звольничать, решта, польские, решта, решта вагуле, можете Европы за нас, все вы, звольничать. Мы тут посидимы, але, все одно, приедемы до той Европы, и возьмемы владзи. Так они сон. Что-то Польская не видела. Так, я уже запомняла. Бо, я уж, нистерта, не была маршалка Пилсовского. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...